Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Андрей Анатольевич Кашаев, ректор ИРО. Здравствуйте! Здравствуйте! Ваш институт занимается подготовкой учителей, повышением их квалификаций и другими направлениями. Расскажите немножко об этом. Институт в прошлом году отметил большой юбилей, 80 лет. Сегодня это уважаемая базовая площадка системы образования Рязанской области в части научно-методического сопровождения нашей большой-большой сферы. Сегодня на образование возложена очень большая миссия. Президент поставил четкие задачи, которые мы должны реализовывать и выполнять. В данном случае это среди них попадание нашей страны в десятку лучших стран, слушая системы общего образования. И сегодня национальные проекты реализуются для того, чтобы реализовать вот эту цель, прийти к этой цели и реализовать те сопутствующие задачи, которые при этом выполняются, возникают и выполняются. Конечно, вся система образования сегодня живет национальными проектами. И, безусловно, научно-методическое сопровождение – это то, без чего обеспечить развитие системы образования невозможно. Поэтому столь большое внимание сегодня уделяется работе институтов развития образования. Смогу сказать о том, что за последние годы мы сделали существенные шаги к тому, чтобы стать, как я уже сказал, авторитетной площадкой на профессиональном поле. И это большая заслуга и моего коллектива, и Министерства нашего образования Рязанской области, поскольку серьезные задачи также они ставят перед нами, предъявляют серьезные требования к нашей работе. Мы сами достаточно рефлексируем в этом отношении четко и также осознаем свою роль, подмечаем те пробелы, те недостатки, те направления, которые мы должны восполнять, которые мы должны развивать. Но и по моим ощущениям как руководителя нам нельзя успокаиваться, но при этом мы понимаем, что очень серьезные шаги за последние годы сделаны. То есть сегодня это научно-методический центр, который готов к полноценной реализации в своей части национального проекта образования. И сегодня, как я уже сказал, это, наверное, основная задача, которая стоит перед всеми регионами Российской Федерации. И где у институтов повышения квалификации, или как в нашем регионе, институт развития образования, есть абсолютно свои четкие задачи. Развитие, как я уже сказал, невозможно без взаимодействия профессионального. Поэтому на сегодняшний день у нас уже системно работают региональные предметные клубы, которые обеспечивают профессиональное взаимодействие внутри учителей, представителей того или иного предметного направления. И мы являемся из этого же сообщества, у нас выявляются эксперты, в том числе и федерального уровня, которые оценивают те материалы, те документы, которые подлежат обсуждению на федеральном уровне. И для нас это большая честь, поскольку не всем регионам такая честь предоставляется, но нам предоставляется, и наша система работы, она интересна многим регионам. Поэтому вот такая система, которая у нас сложилась, система профессионального взаимодействия, а все берет начало с той модели, управленческой модели научно-методического сопровождения региональной системы оценки качества образования, которая чуть ранее у нас появилась. Это было еще в 2016 году. Так вот эта модель, она как раз дает любому человеку понимание, что любой управленец и любой представитель нашей сферы должен в своей части делать, чтобы добиться хорошего результата. Эта модель является матрицей для других моделей управленческих систем образования, и мы гордимся этим, но постоянно формируем новые управленческие шаги, новые управленческие механизмы, а по сути все начинается с управления, и здесь также мы сформировали то поле взаимодействия, которое необходимо не только нашим учителям, но и руководителям образовательных организаций. Ваш институт неоднократно участвует, как вы и сами сказали, в национальных проектах. Немножко об этом. Национальный проект образования многогранен, но Министерство образования Рязанской области сделал очень мудрый шаг в свое время, когда за рядом направлений внутри национального проекта закрепили своих специалистов и специалистов института. Поэтому у нас идет дуальный подход. С одной стороны идет определенная работа стороны Министерства, с другой стороны к этому подключены мои специалисты и на уровне проректоров, на уровне заведующих кафедр и ведущих специалистов. И в данном случае мы вместе с Министерством сегодня готовимся к полноценной реализации, поскольку абсолютное большинство направлений в этом году Рязанская область выиграла. И многие направления начнутся уже. Вот для нас, например, очень важен проект, именно для роста профессионального уровня педагогов, важен проект «Учитель будущего». Он направлен на то, чтобы во всех регионах сформировать современные центры непрерывного педагогического мастерства, которые отвечали бы современным требованиям и позволяли формировать и повышать уровень профессионализма наших учителей по последнему слову науки и практики. И вот в данном случае такая работа у нас, несмотря на то, что начнется в 2021 году, потому что это первый год такой реализации этого проекта, и тем не менее мы уже сегодня с Министерством на протяжении уже длительного времени также готовились и готовимся к реализации и этого направления, как и других направлений. Такая модель, она сформирована не во всех регионах, потому что большей частью только чиновники дают какие-то свои выкладки, формируют заявки на грантовую поддержку и так далее. У нас же и со стороны института, и со стороны министерства, как я уже сказал, идет очень четкое взаимодействие. В это же взаимодействие у нас погружены все муниципальные образования, потому что ведь национальный проект, он должен затронуть каждый уровень, начиная с уровня учителя и заканчивая федеральным уровнем. Я говорю и о региональном уровне, и муниципальном уровне, и уровне образовательной организации. Поэтому, безусловно, это большая работа, многоуровневая, многоступенчатая, и она на сегодняшний день очень активно в Рязанской области проводится. И очень приятно осознавать, что действительно уже есть конкретные сроки, конкретной реализации национального проекта в Рязанской области, что подтверждает Министерство просвещения Российской Федерации. А в вашем институте происходит и обучение лиц предпенсионного возраста? Дело в том, что здесь это одно из направлений федеральной политики, которое задачу поставил наш президент в свое время, обеспечить лицам предпенсионного возраста возможность получения дополнительных профессиональных квалификаций так, чтобы по достижению пенсионного возраста человек мог полноценно работать. И, в общем-то, если у него позволяют возможности здоровья и другие возможности работать, соответственно, у него должна появиться возможность обрести новую интересную для себя специальность. Это не значит, что он должен уйти обязательно с этой работы. Нет, просто такой есть шанс. И государство выделяет значительные средства для того, чтобы в рамках вот такого большого и важного направления обучения лиц предпенсионного возраста это также направление получило в регионах свою реализацию. В Рязанской области есть ряд образовательных организаций, которые задействованы в этом большом процессе. Мы также являемся одной из тех площадок, на которой данный проект реализуется. Из нового совершенно, что там, на мой взгляд, наибольшим спросом должно, по сути, пользоваться, это медиация. Мы говорим о школьных медиаторах, людях, которые являются миротворцами, скажем, внутри коллектива, в общении ряда субъектов того или иного процесса. В данном случае, если мы говорим о школе, это родители, учителя, ученики. И служба школьной медиации, она должна, в общем-то, грамматизировать психологические отношения внутри вот этого сообщества. Если мы говорим просто о медиаторах, это уже на них возлагается сейчас очень большая роль. Тогда, когда еще до судебной практики, до судебных каких-то мероприятиях две конфликтующие стороны могут, так сказать, меру любиво прийти все-таки к согласию, и, в общем-то, споры должны разрешиться самым мирным образом. Так вот, это относительно новое направление. Мы начали вместе с одним из ведущих специалистов в стране, и на сегодняшний день таким самым авторитетным это Самир Нариманович Гараев, который является сертифицированным медиатором-тренером, и он одновременно является доцентом нашей кафедры управления человеческими ресурсами. Так вот, в числе тех специальностей, которые мы заявили, как специальности, по которым возможна переподготовка людей предпенсионного возраста, является данное направление. И у нас уже мы набрали группу для подготовки таких специалистов. Причем поле применения их квалификации, оно достаточно широкое, и оно на сегодняшний день очень востребовано. Не все еще поняли это, но пока специалистов у нас не так много, и это вот первый наш опыт именно обучения и переподготовки, вернее, по направлению медиации. Среди повышения квалификации по данной программе и переподготовки у нас множество направлений, все это можно увидеть на нашем сайте Рязанского института развития и образования. Так что всех заинтересованных лиц мы просим ознакомиться с этим, и если возникнет такая необходимость, поучаствовать. Потому что все-таки получить бесплатно за счет федеральных средств, по сути дела второй диплом, получить переподготовку, качественную переподготовку, это не каждый у нас такой день бывает. Поэтому, конечно, это очень серьезное направление и очень интересное, на мой взгляд. А что самое интересное за 2019 год можете выделить? Наверное, самым таким ярким мероприятием для меня, как для ректора, явилась победа Рязанской области при непосредственном участии Рязанского института развития и образования в конкурсе на грантовую поддержку, на субсидиарную поддержку со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. Ведь заявки подавали, там, предположим, все регионы практически, да, а выиграли их порядка 20 регионов. То есть это для нас тоже является таким очень хорошей наградой, что ли. Но при этом мы не должны ударить лицом с грязь, чтобы у нас именно было все выполнено и все реализовано на самом высоком уровне. Поэтому у нас в перспекте одновременная радость, но с другой стороны волнение и при большом чувстве ответственности мы обязательно должны выполнить все от и до и в самом лучшем виде. Что это за направление? Это работа со школами со стабильно низкими результатами и со школами, работающими в небылоприятных социальных условиях. Есть такое направление, так называемая школа со снорами. Это работа и наша, и это работа школ шефов, это работа школ пока с невысокими результатами. Но мы должны сделать все, чтобы такие школы, получая хорошую поддержку методическую, научную, методическую поддержку профессиональную, могли выйти на новый уровень. Вот это самая главная задача данного проекта. А вторая его задача для нас уже, чтобы вне зависимости от того, какой это район, какое это муниципальное образование, какая это школа, она по ряду факторов может попасть в школы с невысокими результатами. Но в любом муниципалитете должны усвоить и знать тот алгоритм, по которому нужно вывести школу в эффективный режим развития. Вот это первое направление. И второе направление. Сейчас очень активно идет обсуждение и внедрение содержательной части федерального государственного образовательного стандарта по предметам, с учетом и регионального компонента. Вот эти вопросы также заложены в той другой, во второй субсидии, которую наш регион в этом году выиграл. Это субсидия на три года, как и первая. И мы в течение 2020, 2021, 2022 годов будем работать в рамках вот этих федеральных субсидий. Заговорили немного о планах на следующий год. Какие они еще? Планов очень много. Как я уже сказал, это подготовка к уже реализации в части определенных направлений национального проекта образования. Это работа по субсидиям. Много интересного, но даже то, что я назвал, это уже, в общем-то, огромное поле. Безусловно, мы, выигрывая субсидии, должны обеспечить и сделать так, чтобы наши муниципалитеты были также способны подавать и заявки, и выигрывать. Ну, мы, конечно, консультируем, но будем это делать и начинаем это делать уже на новом уровне. Андрей Анатольевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова